Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Next TV и в эфире программа «Интервью в прямом эфире». Я ее ведущий Амирбек Сатаев. Сегодня мы будем говорить о роли образования, о влиянии образования на нашу жизнь, на политику. И сегодня, мне кажется, очень отчетливо проявляется то отставание, я бы сказал, в образовании. Если сравнивать город и регионы, то, мне кажется, это разделение сегодня очень отчетливо проявляется. Об этом и другом сегодня мы будем говорить с нашим экспертом. В гостях сегодня у нас Мирза Каримов, эксперт в сфере образования. Здравствуйте, Мирза! Здравствуйте! Мирза, сегодня мы наблюдаем все проявления пробелов в нашем образовании. Возьмем парламент шестого созыва. То, что сегодня происходит в обществе, такое разделение по политическим отдельным вопросам, позициям. Вы тоже бываете в регионах, и сегодня видите, что люди, если целиком, то немалая часть населения поддерживает определенного кандидата, не будем называть конкретно какого. И вот если взять город, то здесь взгляды совершенно иные. Я не говорю только об неправительственных организациях, я говорю вообще о городской среде в целом. Не кажется ли вам, что разница в образовании сегодня негативно проявляется у нас и во власти, и сказывается на нашем населении? Когда-то мы гордились ведь образованием в советское время, но с приобретением независимости вот вместе с СССР рухнуло и система образования. А взамен, к сожалению, мы не получили такого качественного образования, среднего и высшего. Извините за столь долгое вступление, но хотелось бы сделать такую вводную часть. Вы совершенно правы, как раз я по работе, я часто выезжаю и почти объездил всю территорию Кыргызстана, был во всех районах. Вот недавно тоже съездил в Юг, и во время моей поездки мне пришлось там встречаться, ну, естественно, там учителями, мои друзья, коллеги там. И, естественно, мы, поскольку я всю жизнь как бы работаю в системе образования, и то же самое, как бы, постоянно там, как развитие и системы образования, и развитие влияет друг на друга, да, вот это как раз отношение, это как бы моя профессиональная деятельность. И вот после вот этой поездки, вот в прошлой неделе я был на юге республики, двух областях, Золобасковской области, и действительно, вы правы, там я уже понял все, где бы я ни встречался, с кем я ни общался, все они говорят только об одном кандидате, да, вот остальные там. И то же самое, там, рекламные шиты, там и другие, там я ничего не видел другого, там только один определенный кандидат. Я, если раньше, немножко хоть сомневался, поскольку там вот из-за пандемии, вот в последнее время я не так часто ездил, как раньше, да, вот. Ну, на этот раз я убедился в том, что у нас действительно огромный разрыв между сельским образованием и гражданским, да, вот, хотя у нас пока четко написано, что у нас должен быть равный доступ, то есть президент и правительство должны обеспечить равный доступ всем молодым людям, которые школьного возраста. А, к сожалению, это у нас нет. И второе, я вообще был, честно сказать, был в шоке, когда я узнал, что есть, оказывается, школы, я не буду назвать ни регион, ни эту школу, где дети просто первого сентября ходят туда, где-то неделю учатся, потом вообще перестают ходить, и из класса на класс переводят. Я думал, только в этом году, из-за пандемии, да, я потом спрашивал, почему так получается, а в прошлом году ты учился? И тоже, говорит, в прошлом году я всего ходил две недели в школу, а мне переводят. Я говорю, как тебе переводить с класса на класс? И когда я задал такой же вопрос родителям, я когда общался с учителем, классный руководитель, говорит, а, мы посмотрели на знания сентября, и потом переводим. То есть эти районы, отдаленные районы, я знаю, поскольку, наверное, не во всех школах такие, это может быть единицы, но в то же время, пусть это будет даже единицы, да, вот этот же ребенок не учится. И как с класса на класс переводится это? Меня вот это волнует. Потом те же учителя, которые переводят, просто заполняют... И отношения родителей тоже такое безразличное. Отношения родителей. Ну, поэтому учитель, если ты педагог, ты должен делать свою работу. Если ты не хочешь делать, ну, уходи, ради бога, уходи. Но, к сожалению, у нас нехватка учителей, особенно в отдаленных горных районах, вот это как раз и влияет на качество образования, не только качество образования, и жизнь после учебы там. Почему этот регион не развивается? Потому что именно из-за таких учителей, которые не делают свою работу, да, просто переводят с класса на класс, там еще есть администрация школы. Мне кажется, там вот этих отдаленных районов, раньше вот при Советском Союзе такого не было. Почему? Потому что там было отношение вообще к образованию. Совсем другое отношение было. Учителя мы всегда уважали. Это почетный человек, любовь. Пусть это будет город, сельское, отдаленное село. Учителя мы видели как бы самого такого образованного, уважаемого человека. Пусть это будет село, город, да. Но, к сожалению, сейчас мы на учителя смотрим совсем как-то свысока. Да, мы зарплату пытаемся поднимать, и основной бюджет нашего государства уходит на социальный сектор и система образования около 300 миллиардов. По-моему, 307 миллиардов уходит ежегодно. Но это не решает проблемы образования, потому что образование в прямом смысле влияет на развитие, экономическое развитие страны. Пока мы не будем смотреть на образование лицом, а не задом, и поднимать статус учителя не просто на бумаге, она в реальной жизни, у нас экономического скачка не будет. Почему? Потому что, если давайте возьмем те страны, да, 30 лет назад где они были, те же страны. Вот, Южная Корея, Сингапур, Малайя. Тот же Китай. Тот же Китай. Или даже вот после распада социалического блока тоже Эстония, прибалтические страны, да. Даже вот Казахстан, посмотрите, там сейчас они тоже делают рычаг, потому что нам уже пора, как говорится, серьезно думать, куда мы идем, как будем делать экономическое развитие, да, без поддержки, сильной поддержки системы образования. Да. Ну, скажите, пожалуйста, вот то, что у нас сегодня происходит, да, в регионах и в городе. Понятно, в городе есть доступ к образованию, есть хорошие школы, да, частные в том числе, там, с детских садов, ну, положение более-менее с доступом к образованию. То, что происходит на селе, вы сейчас обрисовали ситуацию, да, и мы, получается, вот за эти 30 лет практически вырастили вот целое поколение таких, мягко говоря, не очень образованных людей. Да, вот это... И сегодня пожинаем эти плоды. Вот это наше... Да, это поколение потом идет и в парламент, да, и в другие структуры, пытаются, как бы, управлять страной. То есть, какие приходят правители, да, такая страна получается. Вот то, что мы сегодня с вами переживаем и видим. Я полностью поддерживаю, и, к сожалению, уже не то, что приходят, они уже пришли. Они уже пришли. Они уже пришли, они сидели в парламенте, они... Они уже стали посмешищем. Да, они были, как говорится, работали в правительстве и сейчас работают. Вот это наша, как бы сказать, такая самая основная проблема в нашей стране. Мы вырастили за этот период массу неграмотных, необразованных молодых людей, которые сейчас каким-то образом пытаются попасть в парламент, пытаются попасть в правительство и руководить. Ну, чтобы руководить даже небольшой группой людей, у тебя должно быть соответствующее образование. Я не говорю быть министром, заместителем, миссакимом или губернатором, да? Среднего уровня руководителя. Среднего уровня у тебя должно быть соответствующее образование, опыт работы. Опыт работы. Но, к сожалению, у нас такого нет. У нас сейчас назначение, вот последние 10 лет, вообще стало как бы модно на государственные, ответственные должности назначать своих близких, родственников, друзей, которые тебе никогда не будут как бы предавать во время всяких политических ситуаций. Ну, это никогда... Ты надейся, но все равно, вот мы же видели последние события. Тех же назначили, тех, которых назначили самых таких, якобы, самых-самых, те люди, которые их поддерживают, никогда их не предадут, они уже предали. Ну, это же все происходит опять от недалекости, правильно, наши? Мы говорим, это крыгазчилык, это наши традиции, но корень-то зла где лежит? Опять в необразованности, в отсутствии критического мышления. Человек, который мыслит такими мелкими категориями, он и будет ставить там своих людей, чтобы ему было удобно, правильно? А сильный руководитель, самоуверенный, самодостаточный, он так не будет поступать. Ему нужны будут, наоборот, профессиональные категории. Прежде чем назначать кого-то, пусть даже будет твой близкий друг, там, родственник, там, сын, дочь, там, брат, сват, надо смотреть образование, что он имеет, да, какой опыт у него, где работа раньше, можно ли туда назначать или нет. Это первое. Второе, даже если меня, допустим, назначают куда-то, я же сам тоже должен думать, да, смогу я вот эту работу как бы справлюсь или нет. Но у нас такого нету, и сейчас, а, да, я могу. И идет, и, естественно, там везде провалы. Провалы за провалом идет. Потому что, и когда мы, наша правительство, вот, назначает руководителей, Айлукмуту, там, или Акимом, губернаторами, да, они никогда не спрашивают, хорошо, ты кого-то назначаем Акимом этого района, да. Никогда ему не задавали ни журналисты, ни те, которые толкают на эту должность этого человека, да. Где находится система образования, это, куда ты идешь, это место, или область, район, где ты идешь, если руководить по результатам ОРТ, или по результатам вступления в ВУЗ, да, вот, по результатам карьерного роста, ты знаешь об этом? Или даже не спрашивай, сколько школ у тебя в районе, или в области нету? Или сколько учителей не хватает? По каким предметам тебе нужны учителя? Или карьерный рост, да, об этом не спрашивай. Хотя с этого нужно и начать. С этого нужно начать, потому что... Чтобы твой район прогрессировал. Естественно, поэтому я, ладно, пусть назначает, ну тогда хотя бы перед тем назначать, надо его послушать, что у него в голове есть. Да, то есть самого начать непосредственно. Да, если он все по экономическому развитию, что он хочет? По образованию, по сельскому хозяйству, по здравоохранению, по общему развитию этого региона и вклад этого региона в общее развитие страны. Если у него есть какие-то идеи в этом направлении, тогда да, можно назначать. Потом ему надо сказать, хорошо, твой район сейчас находится вот здесь. По экономическим показателям, по образованию, по здравоохранению, ты находишься здесь, среди этих всех районов или областей. Где ты хочешь быть, когда у тебя срок закончится, или когда у тебя середина срока, там, полтора-два года, где ты, как ты поднимешь это, у тебя есть планы на это же, пошаговый план, первый-второй год, что ты будешь делать? Такие вопросы никогда я не слышал, никто и не задает такие вопросы. Уважаемые телезрители, на своих экранах вы видите наш WhatsApp-номер, куда вы можете присылать свои вопросы, комментарии. Вот из Бишкека Атай Муратбеков спрашивает. Люди сегодня в регионах не виноваты, что они не образованы, виноваты в этом власть, поэтому мы сегодня и наблюдаем такое положение. Я думаю, слушатели и зрители можно согласиться. Я поддерживаю, потому что люди у них никакие, они не виноваты, потому что у нас есть правительство, у нас есть президент, у нас есть парламент, которые должны дать соответствующие условия, создать соответствующие условия и обеспечивать те права, которые написаны в Конституции. То есть равный доступ к образованию. К сожалению, этого нет. К сожалению, этого нет. Даже те, которые каким-то образом вырываются из своей школы, это благодаря родителям. Даже в отдаленных сельских местах есть родители, которые или в России работают, они нанимают репетитора, они дополнительно оплачивают учителю. Они делают ту работу, которую должна делать школа. Да, в этом плане полностью это виновны здесь. Есть только наши чиновники, правители, наш парламент, президент и полный кабинет министров, которые должны были создавать соответствующие условия для всех. Поэтому необразованная масса, она всегда может и идет на поводу у определенных политиков, группой лиц. Да, это то, что вы сами говорили о отсутствии критического мышления. Потому что сейчас, когда идет у нас исторический момент, вот 10 января, мы будем выбирать президента первого, и второго мы будем выбирать систему управления. Либо президентской, либо парламентской. Референдум будет. Референдум будет. Но, к сожалению, опять-таки, из-за образования, проблем образования, основная масса, которые проживают в сельской местности, они даже не читали программы наших кандидатов за постпрезидента. И они даже, многие не знают, не различают, чем отличаются парламентская республика и президентская республика. Поэтому они идут на поводу. Кто больше кричит, кто, как бы, может надавить все это, как бы, встречаешь во время встречи, кто, ну, Орлопанов, да. Вот они их поддерживают. Потому что они думают, да, был Балахин, он очень такой, он все знает. Да, потом они думают, ну, вот шестой созыв был, Маянец, Аксалюк. Да, да. Ну, к сожалению... Вот вам парламентская республика, если вы хотите, вот будет опять так же. Ну, понимаете, это не парламентская республика. Я хочу сказать... Я просто в качестве примера говорю, я никого не агитирую сейчас. Я хочу сказать, что у нас в Кыргызстане никогда не было парламентской республики. Мы никогда не жили по законам парламентской республики. Но людям так преподносит. Да, мы преподносим, а там преподносит, потому что те же люди, которые с Аксалю там, кто там, вот такие же люди, вот они видят, это парламент. Ну, понимаете, здесь еще очень большая вина, это наших политиков, депутатов этого создают, бывших депутатов и лидеров партии, которые создали свои партии. Потому что они полностью разрушили и направили не туда, неправильное русло партийного строительства. Потому что, смотрите, если партийный строительство смотреть там других странах, партийный лидер, он как бы его выбирает во время партийного съезда, и этот лидер определенное время работает как лидером. Он год. Допустим, сейчас вот монголи по партийному строительству, они уже ушли вперед. Мы остались позади. Хотя раньше мы учили монголов, да, как вот это партийное строительство. Не говоря уже о прибалтийских республиках, которые тоже были раньше в составе СССР. Да, почему? Потому что по партийному строительству в Монголии лидер партии выбирает во время партийного съезда на один год. Через год я отчитываюсь. Если я плохо работал, меня выкидывают вместо меня вас, да, вот лидером партии. И при том, я могу быть лидером партии всего на два года, на два года. Все, через два года должен прийти другой лидер. То есть во время съезда, во время работы любой рядовой член партии критикует лидера партии, что он неправильно работает, надо вот так работать. То есть лидер тоже служит. А у нас, попробуйте лидера критиковать сразу, или либо мандат забирает, либо вас вообще из партии выгоняет, да. Это раз. Потом они превратили вот это в выборы партийные наши партийные боссы, в августе он. Кто больше денег на стол, давай того по списку будем выдвигать, да. То есть это вторая. Третья ошибка. У нас закрытый партийный. Мы выбираем по закрытому списку. Надо было хотя бы открытый список делать. Да, я от партии... Избиратели видели, за кого конкретно они образуются. Да, мы у нас фактически, поскольку мы... Я не выбираю депутата, я выбираю партию, а потом партия там идет торг внутри. Вот сейчас смотрите. Уже вот этот созыв, он должен уже уходить. Буквально не знаю, потому что три или четыре новых депутата приняли присягу. Я их не выбирал. И народ не выбирал. Они где-то по списке даже где-то там находились. В 60-е, в 70-е. Они каким-то образом стали депутатами. Поэтому здесь виноваты, в первую очередь, для строительства, развития, это наши партийные лидеры. Поэтому здесь, если мы будем давать такие как бы объяснения, мы почаще будем общаться с людьми в регионах, им объяснять разницу между президентской и парламентской республикой, чтобы они поняли. А сейчас у нас референдум, а большинство населений, они не знают разницу между президентской и парламентской республикой. Они думают, что вы сказали, да, мы живем сейчас в парламентской республике. Нет. Это было, остается и будем, наверное, президентской стороной. Мы просто попытались. Делали один шаг, два шага назад мы сделали. Потому что из-за наших руководителей. Ну, удивляет то, что вот, как я уже сказал, если не большинство, то немалая часть вот так вот слепо может поддерживать одного кандидата. Это вот насколько нужно уметь их, уметь над ними манипулировать, да, вот, и, ну, даже зомбировать, да? Ну, да, это я полностью поддерживаю. Это зомбирует полностью. Потому что сейчас, к сожалению, вот это последнее время из-за пандемии университеты закрыты, школы закрыты. Сейчас, в основном, сейчас еще многие молодые ребята школьного возраста, они посещают мечети, да? Вот это, естественно, в этих мечетях тоже идет зомбирование. Потому что есть разные течения сейчас у нас, даже внутри религиозных течений у нас идет, как бы, там, можно сказать, какая конкуренция сейчас, да, вот. Поэтому я полностью поддерживаю. Это тоже один из инструментов, да, религии? Да, это инструмент, потому что это тоже связано с образованием. Почему? Потому что у нас ни в вузах, ни в школьной системе не преподают предмет истории религии, да, вот. Но я сейчас как-то пытаюсь, но они хотят полностью, если даже будет обучать историю религии, я бы сказал, это не будет история религии, а может быть, это будет только история ислама. То есть, если не будет качественного религиозного образования, это тоже потом может негативно сказаться, да? Да, вот как раз вот в одних их выступлениях один лидирующий кандидат говорит, вот, мы будем вести религиозное образование, потому, почему? Он говорит, потому что у нас несколько тысяч выпускников медресе безработные. Здесь надо очень осторожно подойти к этой теме, почему? Потому что, если мы, допустим, выпускников медресе и религиозных исламских университетов, они не готовы преподавать истории религии. Они, кроме Корана, кроме, может быть, кто-то еще будет арабский язык преподавать, да? А в целом истории религии они не готовы. Почему? Потому что, когда мы говорим о истории религии, истории всей религии, это туда входит и христианство, православные, католические, иудейские, и другие, и другие. И даже внутри ислама, сколько течений, мы должны все это раскрыть. Ни в коей мере мы не должны заставить, пусть это будут ученики или ученицы, чтобы он или она принимала или поменяла религию. Это пусть они сами решают. В этом плане мы... Никакое образование не получать, это выбор только за детьми или за молодыми людьми. Да, поэтому я говорю, выпускники мадреса и исламских религиозных университетов и институтов, они не готовы преподавать историю религии в школах и вузах. Они не готовы. Потому что нет преподавателей соответствующего уровня, которые бы получили образование в университетах известных. Такие есть и в Арабских Эмиратах, и в Турции, и в других странах. То есть, если мы и здесь, допустим, перекос, то мы получим еще одно поколение покалеченных в образовании людей, правильно? И неизвестно, как это потом еще нам аукнется. Естественно. Поэтому мы очень осторожно. Прежде чем ввести этот предмет, мы должны думать, мы должны к этому, может быть, через несколько, может быть, два-три года, даже больше. Это надо, но, к сожалению, мы не готовы сразу ввести такое предмет. Анатольев из Бишкека пишет. Сегодня у нас наблюдается полная маргинализация в Кыргызстане. И экс-президент Роза Исааковна как-то правильно сказала, что мы не должны подстраиваться под маргинальные слои. То есть, отчасти он прав, что сегодня у нас настолько это заполняется во всех сферах, что образованных людей становится все меньше. Меньше и меньше. А таких полуграмотных и не очень больше. И, соответственно, идет вытеснение. И другое меня волнует, когда мы говорим, допустим, мы не идем, когда против течения, сейчас одна течения идет, такой большой канал, все туда. Поэтому, когда мы говорим другое мнение, мы сразу западники, мы про какие-то, нас куда только не вписывают. Агенты, агенты, спецслужб, но почему-то они при этом ходят на свободе. Да, при этом ходят на свободе. И самое главное, при этом те же, которые там очень много говорят, что это мы про западные или про американские, или какие-то агенты. Смотрите, если их дети, дети самих же, эти руководители, которые нас сходят, где они учатся, где они работают, куда они пытаются уехать? В университетах Европы, США, Японии, Кореи. В универе Южной Карелии, Китай рядом, или хотя бы Турцию. А как дело доходит до политического противостояния? Сразу приписывают ГРМ, ЛГБТ? Вот это проблема. И поэтому большинство, к сожалению, большинство населения, они даже анализы не делают. Во-первых, это, мне кажется, даже упущение нашей системы, образования, нас не учат в школе делать такие хорошие анализы, анализировать и отстаивать свою точку зрения. Чтобы отстаивать свою точку зрения, я должен больше знать, чем вы, допустим. Если там где-то, я должен доказывать аргументами, фактами, да, где я это взял, да, вот. Не просто так, где-то я слышал, кто-то сказал. Надо, я должен доказать. Где-то какие-то научные доказательства, или там действительно где-то я сам делал такое исследование. К сожалению, этого у нас нет, этому не учат. Мне кажется, это самое главное, да, в образовании, чтобы детей с раннего возраста учить, вот, мыслить разносторонно, да, там, сравнивать, делать анализ, чтобы он уже и во взрослой жизни мог как-то, я не знаю, оценивать любую ситуацию и делать выбор соответствующий. А потом мы должны, наоборот, поощрять, если у ребенка есть нестандартное мышление. Потому что все вот эти развития в плане экономики, вот, да, эти технологии другие, это созданы теми людьми, которые вообще, они мыслили нестандартно. Которые пытались плыть против течения, да, против ветра. Вот такие люди, к сожалению, у нас, если такие у нас будут, мы сразу, либо сразу гасим, начинаем там... То есть не приветствуются. Не приветствуются, да, вот, поэтому мы должны, то, что говорили, даже в школьной скамее уже поздно, даже детского сада мы должны учить детей мыслить немножко по-другому. И, если надо, пусть они спорят родителям, пусть они не спорят с учителем, воспитателями, но, когда спорят, мы говорим, где ты взял эту информацию? Почему ты так думаешь? А почему он так думает? То есть больше дискуссии, больше дискуссии там... Для этого нужно воспитывать еще внутреннюю свободу в человеке, мне кажется. А не так, как вот, кто сильно критит, да, он прав, вот, мы должны за ним идти. Зажатый ребенок, забитый, он никогда не будет способен вот... Вот сейчас мы уже живем в 21 веке, да, вот, вот, уже исследование делает очень много ученых, да, вот, буквально через пять лет, в 2025 году почти около 80 миллионов работ, которые сейчас, они исчезнут из-за развития IT-технологий, то есть, понимаете, почти 80 с чем-то миллионов работ, рабочих мест, да, вот это, столько людей останется безработным. А чтобы найти свое место в условиях такой жесткой конкуренции, когда ты на одно место иногда сто... Нужно иметь востребованную профессию, правильно? Логично рассуждать. Самое главное, мы должны научить наших детей, даже не только детей, взрослых, уметь слушать, потом уметь задавать правильные вопросы и уметь отвечать за свои поступки, за свои поступки, да, и уметь общаться не только, как бы, вот мы лицом к лицу, как мы, и общаться онлайн, да. Это, вот это общение, вот это communication skills, сейчас номер один требование всех работодателей во всем мире, во всем мире. У нас тоже уже, когда смотрят на резюме, всегда спрашивают, умение работать в команде, это означает, насколько вы коммуникабельный, открытый человек. Эта тема, конечно, очень обширная и требует для обсуждения больше времени. К сожалению, в рамках нашей передачи мы не можем обсудить многие другие аспекты, мы обязательно еще вернемся к этой теме. Я хочу поблагодарить вас, что вы нашли время и приняли участие в нашей передаче. Уважаемые телезрители, я хочу напомнить, что сегодня гостем нашей передачи был Мирза Каримов, эксперт в сфере образования. С вами мы прощаемся до следующих передач, всего вам хорошего и до свидания.